Здравствуйте! Новости в эфире Афонтова в студии Ольга Дубровская. Начинаем с главной новой трагической темы сегодняшнего дня. Школьник умер прямо на уроке физкультуры. Трагедия произошла сегодня в 12-й школе. Мальчику стало плохо во время бега, и он потерял сознание. Екатерина Деревянко разбиралась сегодня в обстоятельствах случившегося. Я шел в столовую и видел то, что наш учитель по физре нес, то есть на руках. Он был отключен. Трагедия произошла утром в одной школе железнодорожного района. По предварительной информации, 10-летнему мальчику стало плохо во время урока физкультуры. Как рассказали в учебном заведении, этот предмет был вторым по расписанию школьника. Через 5 минут от начала занятия во время бега мальчик неожиданно потерял сознание и упал. До приезда скорой помощь ребенку оказывал школьный медработник. Но, несмотря на реанимацию, привезти ученика в сознание не удалось. Данил говорит, что ему делали руками, на грудь давили, чтобы пытался дышать, но он не дышал. Его отвезли в больницу. Он в шок упал на физре. Шок упал, и приехала в больницу, забрала его и увезли его. Нет, не было никаких проблем, все хорошо с ним было. Учился тоже хорошо. О том, что ребенок не жаловался на здоровье, подтверждает руководство школы. По словам директора, мальчик был абсолютно здоров и на физкультуре занимался наравне с основной группой. Школьный медосмотр также не выявил никаких отклонений. Кроме того, всем родителям учреждений советуют каждый год проходить дополнительное обследование у специалистов. Было рекомендовано и этой семье тоже углубленное обследование у специалистов. Но при поступлении 1 сентября, при начале учебного года, с мамой разговаривала классный руководитель, медик разговаривал. Мама сказала, да, мы обследовались, но мы ничего не обнаружили, у нас все хорошо, ребенок хочет заниматься спортивными танцами. А тем временем родители, у которых дети учатся в этой школе, начали активно обсуждать трагедию в социальных сетях. Некоторые рассказывают, что учитель физкультуры работает там меньше года, и на него постоянно жаловались дети. В этом году в 12-й школе появился новый учитель физкультуры. Дочь не раз жаловалась, что у нее болят руки и ноги после физры. Меня удивило, что девочки на уроках отжимаются от пола, а не от скамейки и подтягиваются. Думаю, сейчас выяснится, что и другие дети говорили родителям, что нагрузки высоки. По факту смерти школьника, следственный комитет начал доследственную проверку. Следователи изучат медицинские карты из школы и поликлиники, где наблюдался ребенок. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая укажет причину смерти. Кроме того, следователи запросили характеристику на погибшего мальчика и его семью. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства. Во-первых, насколько своевременно и качественно была оказана медицинская помощь сегодня. Во-вторых, где наблюдался мальчик до дня трагедии, какие были рекомендации врача. А также будет обязательно опрошен учитель физкультуры. Тем временем следователи просят быть внимательным к своим детям. Только за последний год в России на уроках физкультуры погибло более 200 школьников. Екатерина Деревянко, Михаил Ткачук, Афонтова новости. И это третий подобный трагический случай в этом году. Месяц назад в Ачинской школе также умер ученик. Мальчика успели доставить в городскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти школьника не удалось. У ребенка было частичное освобождение от занятия физкультурой из-за проблем с сердцем. А в мае после пробежки на уроке физкультуры умерла пятиклассница. Рядом оказались учителя, но помочь уже не смогли. У девочки тоже были проблемы со здоровьем. В сентябре министр образования Ольга Васильева рассказала в Совете Федерации, что в 2016 году на уроках физкультуры по всей стране погибли 211 школьников. Сроки ремонта трех улиц под угрозой срыва. Это работы на проспекте Мира, улице Елены Стасовой и Новосибирской. За две недели окончания самых масштабных в истории города дорожных работ мы решили узнать у горожан, устраивает ли их результат ремонта. Дмитрий Пименов продолжит тему. На Мира идут спешные работы. Движения автомобилей запустили по всему проспекту, но пешеходы вынуждены обходить ямы и песочные горы. Центральная улица стала лицом масштабного ремонта городских дорог. Впервые за долгую историю Красноярску выделили на эти цели 2 миллиарда рублей. На них откапиталили 73 километра улиц. Ну а ремонте судят только по этой центральной. Наверное, не это мы хотели все увидеть. Совершенно не то. Совершенно то что не устраивает? Совершенно все. Я думаю, в доме сумасшедших этого не хотят. А мы хотим все-таки жить комфортно в городе, который такого безобразия я еще не видел. О проблемах на Мира заговорили, когда вовремя не открыли первый участок от Каратанова до Парижской коммуны. Вдруг выяснилось, что ремонт этого проспекта дело непростое. Откуда ни возьмись, взялись неучтенные колодцы, в том числе и со столетней историей. Все лето общественники просили сохранить на проспекте парковочные карманы. Но их убрали якобы для благой цели – увеличить среднюю скорость движения. В итоге автолюбители все равно паркуются и еще сильнее мешают движению. Новая ливневая канализация сушила некоторые лужи, но со всеми справиться не смогла. Проспект Мира вообще очень тяжелая улица в части уклонов. Есть участки, на которых в принципе нет возможности сделать ливневую канализацию в связи с отсутствием точек подключения. Поэтому маленькие незначительные лужи вдоль приладковой зоны, вдоль борта – это не есть нарушение. Пешеходной доступности они не мешают, поэтому ничего страшного в этом нет. Все дорожные работы в городе должны завершиться до 30 октября. Но проспект Мира по срокам пока в зоне риска. Благоустройство на центральной улице может продолжиться и в ноябре. Кроме этого подрядчики запаздывают со сдачей Новосибирской улицы и Елены Стасовой. Не хватает сухих дней. У Елены Стасовой нужно отметить, что основной объем работ закончен. То есть уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Осталось там немножко устранить по марочке. По улице Норильска у нас сегодня действительно в принципе полный объем работы закончен, кроме верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас подрядчик ждет погоду. О качестве самих работ по укладке асфальта пока никто ничего плохого с аргументами в руках не говорит. Но мэрия уже потребовала от дорожников переделать участок в 4000 квадратных метров на улице Алеши Тимошенкова. В остальном итоги ремонта водители устраивают. Я пользуюсь Красноярским рабочим и коммунальным мостом. Вот основная моя краса. Как вам на Бакарский протоке отремонтировали? Слава Богу, что отремонтировали. Ну вот здесь, например, по Карла Маркса. Только они просто долго делались дороги. А стало в принципе лучше. Никаких улучшений к лучшему не увидел, только к лучшему. Последний комментарий, скорее всего, относится к той ситуации, на которую недавно обратили внимание активисты Федерации Автомобилистов. На пикете они потребовали от мэрии не только ремонтировать дороги, на которые выделила деньги Федерация, но и не запускать другие улицы. И представила чиновникам список из 75 адресов, где дорожное полотно пришло в негодность. Администрация города, занявшись осваиванием федеральных денег, забыла про обслуживание основного города. Мы видим, что как освещения не было достаточного в городе, так и нет. Мы видим, как разметку у нас наносят, она через неделю стирается. Вот этих вот фактов очень много накапливается. И вот как администрация города будет на сегодняшний момент выкручиваться, непонятно. В следующем году на ремонт городских дорог вновь выделят большие деньги. Летом 18-го городу предстоит такой же масштабный ремонт. Пока точно известно, что реконструировать будут улицу Ленина, Тотмина, Копылова и коммунальный мост над основным руслом Енисея. Учтут ли ошибки этого года проектировщики, подрядчики и чиновники, узнаем через год. Дмитрий Пименов, Дмитрий Кудько, Алексей Егоров. Афонтова новости. И эту тему мы предлагаем вам обсудить в прямом эфире. Как вы оцениваете масштабный ремонт, который вот-вот закончится в Красноярске? И, кстати, что думаете, успеют ли за две недели действительно доделать такие серьезные объекты? Звоните по телефону прямого эфира 261-62-63. Высказывайте свое мнение. Звонки начнем принимать во второй части программы. Глава города также не очень доволен работой некоторых подрядчиков. Вот что он сказал. Я считаю, что успеем. Поэтому время покажет. Но темпы работ, которые сейчас существуют, они меня тоже не устраивают, так же, как и вас. Да, у меня масса претензий к подрядным организациям. Но я считаю, что эта неделя, которая сейчас началась, она будет переломной в части завершения работы на дорогах. И в продолжение темы. Нет места лужам на мира. Вот это видео сегодня опубликовал красноярец в социальной сети. Мужчина из окна своего авто снял, как рабочий лопатой осушает лужу возле ревневки. Всю воду рабочий собрал в ведра и после куда-то их унес. Видео уже посмотрели больше тысячи человек. Пользователи предположили, что это один из рабочих, который укладывает брусчатку на проспекте. Им просто понадобилась вода для раствора. Ситуацию с очисткой левневки прокомментировал подрядчик. На проспекте работает компания «Спецпромпроект». Там отметили, что вода нужна была для очистки инструментов для работы с раствором. Техническая вода закончилась и пришлось воспользоваться водой из лужи. Масштабная замена лифтов грядет в Красноярске. В 2018 году планируется заменить 511 подъемных механизмов. Примерно такое же число лифтов заменили за последние 10 лет. Эдхам Акбулатов поручил в этом году провести подготовительные работы, чтобы эффективно реализовать программу. Подробности в сюжете далее. У этого лифта в этом году юбилей 40 лет. Он здесь со дня постройки дома. Все это время больших проблем он не доставлял. Работал исправно. Но жителей с каждым годом все больше опасаются за его надежность. У нас очень много людей. Он должен работать бесперебойно. Потому что, поскольку дом старый, и пожилых людей очень много. Которые уже сложно передвигаться. Все поэтому лифт надежный и безопасный нам просто необходим. Сегодня мэр пообщался с жителями этого дома. Отметил, что лифт заменят в следующем году. Красноярск наряду с четырьмя городами-миллионниками участвует в ведомственной программе. План на 2018 год замена 511 лифтов в 140 домах. Жители за них не заплатят ни копейки. Деньги около 1 миллиарда рублей есть в фонде капитального ремонта. Проблему лифтов город точно сам никогда не решит. И в этом смысле я рад, что наше правительство, понимая это, объявляет такую федеральную программу. Целевое выделение средств на замену лифтов. Лифты, которые планируются установить в Красноярске, будут соответствовать всем современным требованиям безопасности. Срок замены лифта будет составлять полтора-два месяца. Это реальный срок, это на 9 основных 45 суток. Если там больше этажей, до 20 этажей, это будет где-то два месяца примерно. На совещании в мэрии Тхамакбулатов поставил задачу до 15 ноября провести общедомовые собрания. До 1 декабря объявить аукционы, чтобы к концу года определить подрядчиков. Особое внимание привлечению специалистов по монтажу оборудования из других городов. Существует государственная задача, которая должна быть решена под патронажем, контролем и с четкой организацией со стороны администрации города Красноярска. Чтобы попасть в программу на 2019 год, жителям необходимо обратиться с заявлением в фонд капитального ремонта либо в управление капитального строительства Красноярска. Ольга Хохлова, Виталий Поляков, Эдуард Баглай. Афонтова новости. Архитекторы и городостроительные эксперты почти год трудятся, чтобы создать самый большой проект планировки всего Левобережья. В каждом районе нужно учесть плотность застройки, статус дорог, количество школ, больниц и детских садов. Тему продолжит Антон Шевчук. Здесь долгое место, был пустырь и была стоянка. Но потом началось строительство достаточно быстро. Новая школа, а также детские сады в Иннокентьевском появились именно благодаря проекту планировки. Микрорайон застраивают комплексно со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас специалисты управления архитектуры разрабатывают масштабный проект для Левобережья. Документ должен охватить 10 тысяч гектаров. Задача этого проекта, повторюсь, упорядочить сложившуюся застройку, создать комфортные условия для проживания, для жизнедеятельности в целом горожан. Очень много делается для озеленения. Конечно, в масштабе города это должны быть парки, это должны быть какие-то бульвары, а в масштабах микрорайона это могут быть небольшие скверы. С 2002 года утверждено больше 30 проектов планировки, сейчас около 50 находятся в стадии разработки и согласования. Благодаря этим документам земли заранее резервируются по строительству социальных или спортивных объектов, а также парковок и скверов. За процессом следят эксперты, в том числе и из других городов. То, что сегодня в Красноярске происходит, это несопоставимо, потому что сегодня законодательство усложнилось, и сегодня Красноярск разрабатывает на достаточно большие части города проекты планировки вместе с проектами межевания, в том числе и на застроенную территорию, все в комплексе. Ну, как пример, один из проектов планировки, который мы экспортируем, его площадь 3,5 тысячи гектар. В общем, это очень значимая работа. Кроме шестого микрорайона Иннокентьевского, примерами комплексного освоения можно назвать второй микрорайон Покровского, где не просто возводят жилые дома, а построили детские сады, и уже строится школа. А в Слободе весны в ближайшем будущем появится даже аквапарк. Комплексный подход ко всвоению территории определил глава города Дхамакбулатов, и за последние пять лет для Красноярска утвержден практически весь пакет необходимых для этой цели документов, самый главный из которых — генеральный план. Антон Шевчук, Олег Голубин, Афонтова, новости. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем в итоговом выпуске новостей и обсуждаем тему качества вот этого масштабного дорожного ремонта, который все лето идет в Красноярске. Как вам кажется, хорошо ли все сделано? Как вам кажется, опять же, успеют ли за оставшиеся две недели доделать большие серьезные объекты? Звоните по телефону прямого эфира 261-62-63, высказывайте свое мнение. Сразу после рекламы начнем принимать звонки. Норковые шубы из новой коллекции от 75 тысяч. При покупке в подарок любая кожаная куртка. Действует рассрочка. И снова на «Авиаторов-5». Атмосфера дома. Гигантский выбор импортной и российской бытовой техники в складе магазина «Видео-2000» на улице Новой. Пожалуй, лучший выбор качественного товара в нашем городе. Гигантский выбор. Низкие цены. Улица Новая, 13, строение 4. 400 метров от Мичуринского кольца по улице Грунтовой. На носу зима. А вы не успели помыть окна? Моем стекла и при минусовой. Чистка ковров, мягкой мебели, уборка. Словом, все для свежести и уюта. Чистота доступна и вам. С мультисервисной компанией «Колибри» делаем приятные бонусы. Подробности на сайте «Колибри.орг». Я выбираю цвет. Эстель. В салонах красоты. Нам зимой будет жарко. Где? На московской ярмарке верхней одежды. А что там? Буховики. Теплые и стильные. Яркие и модные. А цены еще и доступные. Мы готовы к морозам. Московская ярмарка верхней одежды. ТЦ «Авиатор» и магазин «Ермак». На Матросово, 18. Пельмени-малышки. Внутри больше, чем снаружи. В них много сочного мяса. И очень мало теста. Свинокомплекс «Томский». Много мяса, мало теста. Всегда в моде. Новая коллекция дубленок уже в Истнове. Со скидкой на все 50% и рассрочкой. ТЦ «Авиатор». Авиаторов 5. Вы смотрите новости Афонтова. И мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня обсуждаем масштабный ремонт дорог, который вот-вот близится к своему завершению. Через две недели, напомню, тот самый срок, когда закончатся работы. И у нас есть первый телефонный звонок. Вы также можете позвонить. 261-62-63. Высказать свое мнение. Мы его внимательно выслушаем. Итак, есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйтесь. И мы вас слушаем. Здравствуйте, девушка. Андрей меня зовут. Ну, я вам так скажу. Масштабная реконструкция дорог зря затеяна. Потому что надо ремонтировать дороги, которые есть в ужасном состоянии. А реконструировать те дороги, по которым нормально было ездить. Если мне не изменяет память, статья 268. Муниципальные дороги ежегодно должны проводиться капитальный ремонт и текущий ремонт. То есть, а зачем делать нормальную дорогу, реконструкцию, которая может подождать, а другие дороги в ужасном состоянии? То есть, это аварийность, небезопасность. То есть, а самое главное, качество надо было начинать раньше, а не так поздно. Потому что сейчас погода. И второй световой день уменьшился практически на 5 часов. То есть, и по факту они сейчас просто рвут портянки на ровном месте. Это глупость, вот затевать такой масштабный ремонт. Это просто люди хотят денег заработать, а качество, от чего это страдает, это очевидно. Спасибо вам за ваше мнение. Начали поздно, и нужно уделить было внимание все-таки большему количеству улиц, которые требовали срочного ремонта, вы считаете? Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представляйтесь. И что вы думаете о тех дорожных ремонтных работах, которые идут все лето в Красноярске? Тоже ремонтом дорог. Потому что, вот видите, у нас в водниках делали. Тоже разбитая дорога. Они бы хоть бы проехали, посмотрели. На водокачке, вся поразбитая дорога. Взять даже вот на Засонской ехать к нам, к водникам. Вся разбитая дорога. И делали. Колодцы так же вот все сделали, они все поразбитые. Ребрики, вот эти вот, ну, это, дорожные. Зачем вот было снимать, когда они были нормальные? То есть вы считаете, что ремонтировать нужно было не только в центре, да? А еще какие-то улицы на окраинах, которые требуют срочного ремонта? Ему ничего, дороги. Спасибо, да, вам за ваше мнение. Есть еще у нас один телефонный звонок. Давайте выслушаем. Добрый вечер. Представляйтесь и говорите, что думаете. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот мир и утюжите, утюжите. А второстепенно-то улицы-то. Все в ямы. Как быть? То есть вы тоже считаете, что нужно было уделить внимание всему городу, да? Всем тем улицам, которые требуют срочного ремонта? А не каждый год мир и это гладить. Спасибо вам за ваше мнение. Все, кто звонили сегодня, говорят о том, что разбиты окраины, и там ездят люди. И, конечно же, им тоже нужно было бы уделить внимание. Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, слушаем вас. Здравствуйте. Я насчет улицы Смоленской, которая идет к онкологии. Понимаете, главная дорога – это Металлургов, потом, значит, сворачивается на 3 августа. Такие дороги плохие, выбито все. На Смоленскую сюда, от 3 августа на Смоленскую, к воротам к онкологии вообще невозможно. Лужа, море стоит все лето. Никто, неужели чиновников никто ни разу к онкологии не подъезжал? Это федеральный центр, вообще невозможно. Помогите в этом. Спасибо. Посмотрим на улицу, о которой вы говорили, на улицу Смоленскую. И зададим вопрос чиновникам, но им здоровья, и чтобы не ездили они к онкологии. Только разве что улицы ремонтировать. Есть еще один у нас телефонный звонок. Добрый вечер. И говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я вот его услышала. Услышала? Слышу, слышу. Вас говорите. По миллиарду на ремонт дорог. А окраинность. У нас поселок фестивальный в Ленинском районе, улица Одесска. Он просто заброшен. У нас вообще нельзя въехать в поселок. Ямы, можно все подвески на машине оставить. Надо, наверное, принимать меры и в этом поселке. Все, кто сегодня звонит, все сходятся в одном, что, конечно, центр города, который отремонтировали, это может быть и хорошо, но все-таки улицы, улиц в Красноярске много, люди на работу. И с работы ездят по разбитым улицам. И, конечно же, им хочется, чтобы и этим улицам уделили внимание. Есть у нас еще один звонок, он будет последним. Добрый вечер. Говорите, слушаем вас. Что думаете о масштабном ремонте в центре города? Добрый вечер. У меня как бы не масштабный ремонт. У меня улица Тамбовская от улицы Глинки. В начале года городская администрация проводила конкурс про расширение этой улицы. Сейчас, конец октября, тендер проведен, есть подрядчики, кто выиграли, но до сих пор работы не ведутся на этом участке дороги. И даже не начинались? Даже не начинались работы? Даже не начинались эти дороги. На администрации города, на сайте, там есть информация, что тендер проведен, расширение дороги назначено. И сроки какие-то есть? Когда нужно было провести? Срок должен был до 1 октября этого года. Это интересная информация, мы ее тоже учтем и обратим внимание и на вашу разбитую улицу, точнее, не расширенную улицу. Я благодарю всех, кто принимал участие в обсуждении. Спасибо вам, нам интересно знать ваше мнение по важным для города темам. И пока к другим темам. Депутаты горсовета подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские выяснили, народный избранник в мае 2015 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора агропромышленного предприятия. По предварительной версии он подал поддельные документы в региональное министерство сельского хозяйства, чтобы компенсировать часть застрат на строительство овощехранилища, которое по факту было построено 6 лет назад. Для этого директор предоставил поддельный проект, где завысил сумму на строительство. По бумагам депутат получил субсидию 11 миллионов рублей. Деньги он использовал на нужды предприятия. По информации Следственного комитета речь идет о Валерии Быкове, который с 2013 по 2016 год исполнял обязанности генерального директора ООО «Диметра». Накануне в офисе предприятия в Доме депутата прошли обыски. Были изъяты финансовые документы и в Министерстве сельского хозяйства. Уже назначены подчерковедческая и судебно-техническая экспертизы. А подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Минуту. Валакита и бюрократия. Именно так назвали обманутые дольщики сегодняшнее заседание комитета по строительству и ЖКХ. Депутаты должны были решить, кто именно продолжит строительство домов. За счет каких средств это будет происходить. И как следствие разработать проект соответствующего закона. Но этого не произошло. Заседание членов комитета зашло в тупик. Некоторые народные избранники заявили, проект закона составлять рано. Ведь неизвестно, какая сумма необходима для продолжения строительства домов. Другие депутаты предлагали хотя бы частично решить проблему обманутых дольщиков. Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Николай Глушков на заседании подчеркнул, что решение нужно выносить по каждому дому отдельно, поскольку степень проблемы у всех разная. Не удалось прийти к единогласному решению и по той причине, что на данный момент нет конкретной цифры, сколько средств нужно на достройку проблемных домов. У нас составлен план-график, как выходить из этой ситуации. Уже подготовили законопроект. В чем проблема, я не понимаю. У нас депутаты хотят, чтобы люди поднялись, поднялись и пришли сюда с вилами. Так это может случиться. Люди доведены до отчаяния. У нас сначала палаточный городок, голодовка. Еще один палаточный городок, который был на площади революции. У нас 17-й год. Извините, у нас просто люди зайдут уже не просто будут на площади революции, а сюда придут на крыльцо и будут здесь находиться. Депутаты, вы что делаете? Улица Киренского останется перекрытой еще на месяц. Подрядчик не успевает закончить работы в срок. Об этом сегодня сообщили в Крудоре. Открыть движение в планах было в середине октября. Переход под улицей в районе дома номер 71 строят с начала осени. Однако погода спутала планы. В котлован стекло слишком много дождевой воды. Кроме того, при строительстве рабочие обнаружили грунтовые воды. Сейчас подрядчик пытается решить эту проблему и как можно быстрее продолжить строительство подземки. Очень рассчитываю, что эта работа будет проведена оперативно. И в течение, наверное, максимум месяца движение будет открыто. Это не значит, что весь пешеход будет построен за месяц? Речь идет только о коробке бетонной, которую можно будет засыпать и пустить движение, что называется, уже по дороге. После работ на Керенского рабочие перейдут на Копылово. Там начнется строительство еще четырех переходов рядом с остановкой улицы Луначарского в районе улиц Корнеева через Копылово и Красной армии. После завершения пяти тоннелей строители займутся лестницами и установят лифты. Все работы должны завершить до конца года. Дорожные полицейские теперь имеют право останавливать автолюбителей вне стационарных постов для проверки документов. С 20 октября в силу вступает новый приказ Министерства внутренних дел. Согласно ему, теперь сотрудники ГИБДД имеют право проверять не только водителей, но и их пассажиров. А также из нового документа исчез пункт, где было разрешено снимать полицейских на видеокамеры. Однако сами блестители закона говорят, ничего существенного для водителей не изменится. И документ регламентирует только работу самих сотрудников полиции. Новый административный регламент, он не регулирует права и обязанности граждан по отношению сотрудников госавтоинспекции. Мы должны прекрасно понимать, что это ведомственный нормативно-правовой акт. Он регулирует отношения только должностных лиц этой структуры. И не может регулировать другие отношения, в том числе поведение граждан. Для этого у нас есть закон о полиции. По деятельности полиции она является открытой и публичной для всех граждан, учреждений, организаций. Курение возле подъездов могут запретить. Минздрав поддержал законопроект, который внесли в Госдуму еще летом. Сейчас документ находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвитии, Минфине и ряде других ведомств. Если его одобрят и закон вступит в силу, курящим людям придется отходить от дверей жилых домов минимум на 10 метров, чтобы табачный дым не долетал до окон помещений. Напомним, в настоящее время уже запрещено курить внутри подъезда и в лифтах жилых домов. И это все новости на сегодня. Вы можете сообщать свои темы, рассказывать нам об интересных событиях по телефону редакции 285-14-14. Фотографии или видео можете присылать во всех популярных мессенджерах на номер 8 953-585-14-14. Также следите за новостями на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. И хорошего вам вечера. До свидания. И о погоде на завтра. В среду 18 октября в Красноярске прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, скорость 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 2, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Пельмени малышки. Внутри больше, чем снаружи. В них много сочного мяса и очень мало теста. Свинокомплекс Томский. Много мяса, мало теста. Компания «Премьера» представляет. Самый обаятельный аккордеонист-виртуоз Петр Дранго в сопровождении оркестра. 19 ноября. Гранд-холл Сибирь. Дорогие друзья, 11 декабря я приеду в Красноярск и выступлю в Театре оперы и балета. Всемирно известный историк моды Александр Васильев. Модная лекция «Я сегодня в моде». Современные тенденции «Зима-Весна-2017-2018». Билеты в касса города. Мы встретим мечи мечами! Последнее королевство Англии. Скоро сын и Лассекса увидят на своих полях армию язычников. Мы должны быть готовы. Держите строй! Это наша земля! Никакой пощады! Последнее королевство. В субботу в 17.10 на Афонтово. В субботу в 14.00 на Афонты.